Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что же друзья Так как немножко распогодилось А я как говорил ранее Мы продлили сегодня еще одну ночевку Здесь у нас в нашей беседке Рядом с ней палатка Пойдем погуляем по территории За мной находится территория Которую мы вчера уже обошли Были там зоопарк, кафе Административные корпуса А сейчас направляемся В противоположную сторону Посмотрим что находится там Просто дикая природа Красота Вот там далеки Наша беседочка с палаткой Вот так вот выглядит вся территория За мной уже ничего нет Это крайние домики Тут есть домики на 6 человек Которые действуют Есть он сверху еще домики делается Строятся Вот такая вот здесь красивая у нас территория А по левую сторону от меня Еще вот такая вот Дико-дико Незастроенная человеком природа Сплошная благодать вокруг Как в кино Откинуть музыку из машин Если бы люди еще не включали Прислушаться к звукам природы И просто отдыхать Мама Мама Дошли мы вот до границы Территория гостиницы Проход только с браслетом За проход на территорию бедпрофета Штраф 1000 рублей Мы когда сюда шли Встретили там семью Которая так сказала Что мы хотели попасть На эскекермен Обойти его И уперлись в колючку Пролезть можно Ничего страшного нет Ну вот Вот так вот Оградили территорию И все это теперь Эколагерь эскекермен Так что вот Вот такая вот здесь Территория За мной находится Граница Огрожена первичной проволокой Территория Экопарка Эскекермен Вот Прекрасное Прекрасное место Там домики Угуляя не хочу В свое удовольствие Красота Пойдем назад Медленно еще посмотрим Что еще есть Вот что-нибудь интересное Еще увидим Приплыли Понравилась память? Да Да Вот они Домики здесь стоят Сколько вам? Где-то Шесть тысяч Точнее десять тысяч За шесть человек На компанию Тут мангальчик Все условия Водичка Кондиционер Кроватки ТВ Полный лакшери Свой даже душ Столи там есть Их тут много Дома На горе На горе Он строится Точнее Чуть повыше Еще одни Точно такие Ну те еще не используют Эти уже заселили Вижу Раз, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь Вот таких вот домиков здесь есть У каждого своя беседочка Мангальчик Условия Условия На высоте Ну и такие же там вот Эка усадьба Которая находится С другой стороны Вот такие беседочки Попроще для небольших компаний Нужно Десять Двенадцать Пятнадцать Человек С удовольствием Разместить Ну и конечно Наш эконом вариант 300 рублей С человека С десяти до семи часов Здесь посидеть В беседке Человек шесть Влезет Или пятьсот рублей С палаткой Можно со своей Можно арендовать ее Вот так вот Мы разбили здесь На ночь Такие здесь беседочки две Тоже Мангальчик Солик Свет Недалеке Вот там вот У нас Душ расположен Теплая водичка Даже горячая В тесноте Да не в обиде Теплая водичка Теплая водичка Теплая водичка На территории Для большой компании Очень даже Теплая водичка 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 Вот администрация Есть небольшое озерцо И справа Как я говорил, сейчас от меня расположен зол уголок. Там животные живут, хрюшки, павлинчики, лисички. Естественно, подумали и о детях. Есть тут такая славная мельница, горка, качалки, лошадки разные. Все так лаконично вписывается в общий интерьер. Вот так вот тут расположились лисички, сестрички. Животные живут, конечно, заперти в клетке. Им бы сейчас на свободе бегать. Ну, кто знает, где сейчас ему было бы лучше. Павлин, павлик. Вчера их почему-то было два, сегодня он здесь один. Сидит, скучает теперь. Вчера так распушился, не успел этого заснять. И поросятки молочные, с кабанчиками. Как им не надо все. Вот такое здесь дружное поросячье семейство живет. Озерцы с лягушками, покушками, рыбками и черепашками. Вот, в общем-то, за сегодня мы прогулялись. Ну, может быть, не по всей, но по большей части территории экоусадьбы из Кикермен. Прекрасно, не знаю, просто какое-то удовольствие. После похода с тяжелыми языками на плечах переоделись, привели себя в порядок. Покушали там нормально, воды нормально попили. Да, конечно, отдых на природе хорошо, но сильно мы привыкшие к тепличным условиям. Все равно мы уже, человек, привык к таким вот условиям. Ванна, телевизор, диван, квартира или дом. Нужно, практически, на среду питания менять. И отдыхать нужно. Но отдыхать нужно на свое удовольствие. А вот это лицевая парадная часть. Здесь фут. Эко-заповедник, Искей Кермен. Тут кафешечки. Можно посидеть, покушать. Людей уже много. В 12 часах все начинает уже потихоньку, постепенно приезжать на отдых. Час дня. Мы слегка перекусили. И сейчас попробуем добраться до башни Кыз-Куле, которая располагается там, прям высоко, на горе. Посмотрим, сейчас это получится. Главное, было хорошо начать. Но, оказывается, проход на саму по себе башню расположен прямо у нас, вот здесь, на территории. А мы-то пошли и вышли за территорию и уже начали движение. Свидеться с карта, не, я думаю, что-то не то. Зашли обратно на территорию. Вот с территории здесь у нас проход туда наверх, на скалу. Осталось нам всего-то ничего. Вот туда забраться наверх. Интересный квест был. Подняться по дороге вверх. Видите кое-что. Вон веревка. Надо всего-то туда вверх подняться. Селать ничего. Пустяк. Будем искать другую дорогу. Скорее всего, выйдем за территорию и уже там войдем. Ой, мы все, сходили. До башни не брались никуда. Теперь надо нам еще немножко съехать. Вот туда вот вниз. Селать не всего. На Кыскуле башню эту смотровую. Так и не попали. Никуда. Наверху она там у нас так осталась. Думал, по дорожке по этой поднимемся. А там такой канатик. Вот она все. И все. Другой дороги, наверное, сюда нет. Может, во вход все-таки там лезь. Но это очень-очень будет далеко. Спускаемся вниз. Не знаю. Может, сейчас поищем. Спросим у местных. Как туда еще добраться по-другому. Так мы туда и не добрались. По этой дорожке поднимались. Поднимались. Постояли. Посмотрели. Там канатик такой ненадежный. Вверх идет. И спустились. Будем искать в обход какую-нибудь другую дорогу. Может, все-таки действительно, правда, за территорией находится. Дорога на Кискуле оборонительную. Точнее, смотровую крепость средневековую. Так и не добрались мы. Крепость туда вверх. Сказали нам только через заповедник. Пойти через Искермен. Потом выйти на долину повернуть. И через долину уже сделать круг. Подняться на второй хребет, так сказать. И уже в этом там подняться. На саму смотровую башню. Сейчас обедаем. Отдыхаем. И уже где-то 4 часа. Хочется раз, когда закроется касса. Уже пойдем, может быть, на территорию Искерменов. Прогуляемся там. Если будут силы, уже пойдем туда. Через эту долину. На башню. Уже на пятый день. Нашего увлекательного похода. Который начинался с большой Севастопольской тропы. А сейчас проходит в Искермене. Уже ничего не хочется. Уже просто гуляем. Наслаждаемся видами. Кайфуем. По-другому тут невозможно. Такая природящая вокруг. Великолепие такое. Не знаю, если мы полезем куда-нибудь на башню. Надо обходить саму по себе возвышенность, на которой расположена Искермен, Печерный Гор. Или просто погуляем сейчас. Вот эта вот плата. Посмотрим еще. Мы что-нибудь интересные места найдем. Поснимать. Отдыхаем. Потому что завтра нам собираться уже, скорее всего, будем вещь. И направляться в сторону дома. Пока гуляем. Пока мы все так. Еще один интересный маршрут, на котором мы, прогуливаясь по Иске Кермену, никогда не были. Туристическая тропа, пятая балка, Мангуб-Колей. На Мангуб-Колей мы были. Залез на они, я помню, были или нет. А вот пятая балка, туда мы не ходили никогда. А вот это все в фермерской угодье, которое тоже находится здесь, в непосредственной близности Иске Кермена. Вот это и есть тот самый Иске Кермен. Древний пещерный город. Красавец возвышается на вот таком скальном выступе. Соответственно, чтобы обезопасить жителей, он располагался на высоте. То есть взять его штурмом и осадами не получалось на протяжении длительного времени. Не знаю, гуляем где-то по каким-то альпийским лугам, только у нас в России, в Крыму. Я просто не знаю, столько дней я уже хожу, я не знаю, что снимать. Куда ни глянь, тут просто это не передать словами, это не одна камера, это не запишется. Надо просто видеть самому то, что сейчас вижу я. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и подошел к концу, пятый день нашего отдыха, второй день. Мы находимся в таком замечательном месте, как Иске Кермен. Сегодня прогулялись по территории, обошли Иске Кермен территорию. Прошли по одному из туристических маршрутов, посмотрели местную ферму. Прогулялись еще раз по территории здесь вокруг, смотрели животных, отдыхали, расслаблялись. Хорошо здесь, замечательно. Три дня на дороге, два дня здесь на месте. В итоге пятый день подошел к концу, позавтракали, точнее поужинали, уже не так было. Завтра-завтракаем, собираемся в дорогу. Ну, на сегодня все. Еще немножко посижу, приведем в себя порядок, спать. Вот такой вот был у нас день. Всем спасибо, пока, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok